В советские времена производители, выпуская кукол, всегда давали им имена. Кукла Таня, кукла Катя, кукла Света. Каждое имя соответствовало популярности в данный период. Именно так родители чаще всего называли своих дочек. Экспозиция кукол советского детства создана на основе частной коллекции участников творческих объединений «Абажур» и «Волшебная шкатулочка». Куклы у нас в основном из частных личных коллекций, но также собраны по различным дворам, уголкам. И мы их реставрировали своими силами. И вот то, что мы сегодня видим, то есть это куклы с огромной историей. Идею поддержали сотрудники историко-культурного центра и любезно предоставили выставочное пространство. Получилось так, что каждый день выставка чем-то дополняется. Мы сделали сюжет с Видным ТВ, а подготовки этой выставки, он прозвучал в эфире, и люди стали приносить. Приносить игрушки, приносить куклы. И мы дополняем, ну, в раннюю сотни экспонатов уже есть. Вот эта кукла, она, в принципе, нас и подтолкнула на то, чтобы... Просто это моя кукла, ей много лет уже. Единственная, можно сказать, вот в таком состоянии она сохранилась. Стоила она три рубля, вот около нее и положили три рубля. И потом просто стали нарастать к этой кукле другие куколки. И вот потом вот уже с Ольгой Новак мы уже договорились. Вот Татьяна Реснянская, давайте сделаем такую выставку. Татьяна Реснянская для выставки предоставила куклу, которую ей подарили, когда она пошла в первый класс. Гале больше 60 лет, она самая старшая. Платье пришлось шить заново, рассказывает ее хозяйка. Собирали, просили, нам тоже привозили, мыли. Вы знаете, видите, какие они чистенькие. Прям все мыли. Некоторые куклы мы мыли, так мыли. Они были такие грязные. Все это стиралось, все это. Вот это вот все новое. Вот это вот новое все шилось. Вот это ее, как говорится, живое платье. Родное, да. Только мы его накрахмалили, кружавчики добавили. Особой популярностью у девочек в СССР пользовались бумажные куклы. Несколько десятилетий многие советские издания отводили целую страницу для нарисованных модных героев. Этот проект, он, в общем-то, был, популяризировался практически в каждом женском журнале. На тот период же это были, как правило, работница, крестьянка. И эти куклы, они были настолько притягательны, что практически все девочки, начиная там с малолетства и до взрослого состояния, уже до старших школьниц, играли в эти бумажные куклы. Они становились сами на минуточку модельерами. Помимо кукол на выставке представлены и самые разные игрушки, которых объединяет одно – все они были созданы в советскую эпоху. И с ними играли дети, родившиеся в СССР. Экспозиция продлится до 31 марта. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.